Готовь сани с лета, а телегу зимой. Так и с выбором и посадкой новогоднего дерева. Если вы хотите посадить на участке новогоднее дерево, то задуматься об этом нужно уже сейчас. Причин этому две. Первое – это время посадки. В нашем регионе это однозначно весна. При весеннем посадке растение успевает укорениться и это увеличивает шансы на лучшую зимовку. В нашем северо-западном регионе это безусловно весна. При весеннем посадке растение успевает укорениться и это увеличивает шансы на лучшую зимовку. При осеннем посадке велик риск внезапного ухудшения погодных условий. Морозы могут наступить еще до укоренения растения. А вот в южных регионах, где зима не такая лютая, а осень длинная и теплая, осень гораздо больше подходит для посадок. Эти регионы страдают постоянным недостатком влаги, а на осень приходится большее количество осадков. Вторая причина – большой выбор растений. Весной в садовых центрах самый разнообразный ассортимент. Уверена, что вы сможете найти для себя свое идеальное новогоднее дерево. В этом сюжете мы подготовили небольшой обзор возможных вариантов, а в ближайших выпусках расскажем о каждом более подробно. Начать хотелось с колючих елей. Своё название эта ель получила не просто так. Ее хвои действительно колючие. Как у многих других хвойных и растущих в горных районах, ее иголки имеют голубоватый оттенок. И за счет этого она более устойчива к солнечным ожогам. Наибольшей популярностью пользуются сорт хупси и глаука. Глаука – это не совсем сорт. Под этим названием подразумеваются колючие елочки, не подвергшиеся селекции с голубоватым оттенком хвои. Ее характеризует относительно быстрый рост, правильная форма кроны и по сравнению с сортовыми голубыми елями невысокая цена. Все это делает глауку привлекательной для садоводов. Но если вам нужна более нарядная ель, то без хупси вам не обойтись. Чуть более узкая крона по сравнению с видовой елью, но зато яркая и нарядная. Хупси – самая голубая из всех колючих елей. И если многие сорта похожи между собой, и их можно легко спутать, то хупси вы узнаете из тысячи. Но, как вы знаете, колючие ели – это не единственный вариант новогоднего дерева. Посмотрите на сербскую ель. Необычная двухцветная хвоя делает ее похожей на пихту. И особенно она красива, когда ветер поднимает ее роскошные лапы. И видна нижняя сторона иголок. В этот момент кажется, что дерево в дымке. Быстрый рост, простота агротехники и обрезки сделали свое дело. И ее используют не только в качестве главного дерева на участке, но и в качестве живой изгороди. У сербских елей мало сортов. Но зато есть один, который не может не восхищать. Это нано. Этот сорт подойдет, если у вас совсем небольшой участок. И вас устроит новогоднее дерево не более 2-3 метров. Хозяевам больших участков и территорий также рекомендуем обратить на нее внимание. Нано может стать изюминкой вашей композиции. И последний вариант нашего обзора – это корейская пихта. Чем больше я работаю, тем больше я склоняюсь к тому, что пихта совершенна. Дифирамбы ей можно долго петь. У нас много сюжетов, где мы рассказываем о корейской пихте. И наверняка еще не раз будем возвращаться к этой теме. Вертикальные фиолетовые шишки, словно свечки, украшают верхний ярус корейской красавицы. А посмотрите на хвою. Мягкая, двухцветная. Мягкая, двухцветная.